Добрый день. Вступило следующее письмо. В октябре 2014 года начал чувствовать сильную апатию и ухудшение настроения. Упал успеваемость в институте, потерял социальные контакты и интересы. В феврале 2015 года пришла мысль провести самодиагностику депрессии. После подтверждения своих опасений обратился в ПНД. Врач подтвердил, что имеет место быть депрессией. Насчет точного диагноза я не спрашивал. Начал принимать флороксамин. В течение нескольких недель установили до 100 мг. Сразу после этого начал принимать респиридон. Сначала 1 мг, потом через неделю 2 мг. Во время каждого приема врач интересовался, как мне кажется, не имеющими отношения к депрессиям вещами, дежавю, с случаями, когда принимаешь случайного прохожего за какого-то знакомого, навязчивыми мыслями параноидного характера, вроде они стоят ли в душе камеры. Или, а вдруг, человек, с которым я сейчас разговариваю, читает мои мысли и тому подобное. При этом я не верю на самом деле в то, что это так. Какая-то тревожность все равно присутствует. Но какая-то тревожность все равно присутствует. Причем такие мысли были со мной давно, лет с 11, сейчас мне 18. Никогда не считал их чем-то необычным. Обознаваться на улице может каждый. Обознавался, соответственно, я несколько раз в неделю. Как давно начал, сказать не могу. Никаких специальных психотерапевтических методик не применял. Просто пытался принудить себя к большей активности и позитиву. Состояние улучшилось. Обознаваться и загоняться в навязчивые мысли прекратил. В июле перестал принимать флоксамин. То есть, соответственно, если в феврале началось лечение, то в июле через полгода перестал принимать флоксамин. А вот респредон врач сказал оставить и на прием распортал являться. На вопрос о том, зачем это нужно, отвечал уклончиво, что мол, для профилактики. Врачу я доверяю вопросам психического здоровья больше, чем себе и неукоснительно следую его инструкциям. Однако мне все же очень хочется узнать, на какой профилактике говорил врач и зачем мне, как минимум в ближайшие два года, такую оценку дал врач принимать респредон. Из диагноза в семье у отца алкоголизм являл текущий шизофрения, поставленный где-то в 80-х годах, вроде бы для откоса от армии, никак себя не проявляющий с тех пор. По этому вопросу я хотел бы сразу сказать, что естественно, как и во всех других клинических случаях, мы рассматриваем только письмо, а никак не ваше состояние, поскольку живьем мы вас невидим и оценивать ваше состояние не можем. Да, вы описываете клиническую картину, которая отчасти соответствует депрессии, отчасти, потому что, да, ухудшение настроения есть, снижение физической и психической активности есть, но в то же время присутствуют признаки как минимум тревожности, вы сами о ней говорите, присутствуют некоторые навязчивости, вы сами о ней говорите, присутствует апатия, о которой вы также сами говорите. Врач, к которому вы обратились в ПНД, назначил вам адекватное лечение, это адекватное лечение дало результат, то есть ваше состояние значительно улучшилось. То, что вы следуете назначениям врача и доверяете ему вопросов вашего психического здоровья больше, чем своему собственному субъективному суждению, абсолютно правильно. То есть в этой части все абсолютно хорошо. Вы ставите конкретный вопрос, почему, для чего вам надо принимать исполепториспиридон еще два года, что именно им предусмевается профилактировать. Ваш лечащий врач на этот вопрос прямо отвечать не хочет, по той или иной причине. Опять-таки, ему намного лучше, виднее, чем мне, стоит ли вам это говорить или не стоит, в какой формулировке дать вам эту информацию, а в какой не давать. Но, судя по тому, как вы написали письмо по тексту вашего письма, я могу предполагать, что ваших интеллектуальных способностей для того, чтобы догадаться, какое заболевание можно профилактировать приемом респолепта, респиридона, а информацию об этом препарате вы наверняка уже читали в интернете, и собственную инструкцию к этому препарату вы имеете на руках. Думаю, догадаться о этом заболевании, по крайней мере, о спектре этих заболеваний вам совершенно несложно. И, в общем-то, по тому, какие вопросы вызывали у вас сомнения, не читает ли кто-то ваши мысли, не установлены камеры и так далее, и так далее, я думаю, что вы отлично понимаете, какое именно заболевание имеет в виду ваш лечащий врач. Да, это не депрессия, да, это не невротическое расстройство. Является ли вот эта вот профилактика двухгодичная, предполагаемая респолептным респиридоном, однозначным утверждением того, что да, у вас есть такой же, допустим, диагноз, как у вашего отца. Нет, на мой взгляд, это совершенно не так. Тут могут быть самые разные варианты. Дело в том, что помимо, собственно, психотических расстройств, для которых в большей степени используется респолепт, он, как и любой другой нейролептик, собственно, первоначальный нейролептик, аминазин, давал блаженные бесчувствия, как это описывалось авторами этого препарата, то и респолепт, в общем-то, обладает свойством стабилизировать психику, снижать ее возможность острого реагирования на внешние раздражители и создавать такой вот фон, ну, скажем так, наименьшей травматичности нервной системы. Оптимальный для вас это препарат или нет? Ну, это уже решает исключительно ваш лечащий врач. Судя по результату той терапии, которая была проведена, да, он вам подходит. И да, он должен быть у вас использован и в дальнейшем. Как долго, в каких дозировках, естественно, это может решить только лечащий врач. Стоит ли впадать из-за этого в панику, что, а, у меня обязательно какое-то тяжелое, страшное психотическое расстройство? Нет, не стоит. Вполне возможно, что никакого такого расстройства у вас нет, а просто именно ваш тип нервной деятельности, ваш тип нервной системы требует дополнительной поддержки. Ваш лечащий врач, именно желая подстраховаться и не допустить рецидива той же самой, вполне возможно, что все-таки это именно депрессия, старается использовать именно вот этот препарат, поскольку у вас конкретно он пошел. То есть дать однозначный и конкретный ответ на ваш вопрос, почему именно респоридон, почему именно два года, какое заболевание профилактирует пашкильчий врач, я, естественно, не могу. Предположить, да, но эти предположения вы и сами имеете. Но делать из этого какую-либо трагедию, или уж тем более, тем более, на основании этих предположений, как-то корректировать схему лечения самому, ни в коем случае не стоит. Вы доверяете своему лечащему врачу, и ваш лечащий врач добился хороших результатов в плане лечения вашего расстройства. Соответственно, вы следуете его указаниям, и вы должны продолжать следовать его указаниям. Вот это абсолютно однозначно. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.